МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то их именовали грязными, теперь используют более нейтральное название – социальные. Эти танцы объединяют людей, а порой даже соединяют сердца. О том, как и благодаря кому появилось и развивается данное направление в Ростове – это история. Алексей и Валентина встретились в танце, причем буквально. Для молодого человека это было первое занятие, которое он проводил в роли преподавателя. И вот Валя была в этой группе, так мы и познакомились. Ну, вообще, это очень хороший, так сказать, клуб знакомств, куда люди приходят провести время, где молодежь может как-то пообщаться, поближе познакомиться. Ну, и, конечно, танцы они все-таки сближают, потому что там, ну... Присутствует эта страсть, присутствует движение и вообще отдых. Произошло знакомство два года назад. С тех пор друг с другом не расстаются, как, впрочем, и с общим увлечением. СОЛО-СОЛО Эта пара далеко не единственная. Зажигательные и страстные ритмы соединили множество сердец. Это четыре года нашей школы. У нас где-то пять пар уже официально поженились, да, ну и много встречаются друг с другом. А ведь начиная свою танцевальную карьеру, Алексей Пособилов и предположить не мог, что когда-нибудь будет исполнять роль самого Купидона. Если говорить серьезно, то двигаться под музыку по жизни наш герой стал по воле случая. Я учился в техническом вузе и начал заниматься в студии «Пантомима» при театре Горького нашим, в Ростовском. Это была первая самодеятельная студия, потом она постепенно стала профессиональной. И в процессе занятий в театре я уже начал интересоваться хореографией. Закончив курсы, Алексей занялся постановкой и профессиональной хореографией. Изначально это были эстрадные танцы. В составе коллектива с необычным для тех лет названием диджей завоевывал первые места на различных конкурсах. Когда началась профессиональная работа, начали гастроли, заграничные, по стране. И потом постепенно, когда уже подошел такой период, когда пора было прекращать занятия эстрадной хореографией, появился интерес к парным танцам. Бальные танцы, которые так нравились Алексею, не цепляли его партнерш. Зато сальса привлекла сразу. Здесь соединялась и страсть, и грация, и правильное отношение между мужчиной и женщиной. В общем, все то, что так хотелось видеть в танце. Музыка. 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 Когда узнал сальцу поближе, танцор понял, и она не совсем то, что ему надо. Музыка, под которую исполняется этот латиноамериканский танец, очень специфична. Алексей же предпочитает современные треки. Музыка. Фанк-музыка, поп-музыка, джаз, блюз – это мне гораздо ближе. И так получилось, что случайно опять же в Москве попал на вечеринку хастла. Хастла – это тоже социальные танцы, но которые танцуют уже под современную музыку. Вот я понял, что это действительно мое, этим надо заниматься. Именно тогда появилась идея создать в Ростове собственную школу танцев. Очень скоро мечта стала реальностью. За четыре года в стенах Касабланки первыми в городе стали преподавать не только хастл, но и бачату и вест-кос-свинг. Это было что-то новое для Ростова. То, что, опять же, не всем людям нравится латиноамериканская музыка. Потому что музыка сальца, она как бы, хоть она очень заводная и такая веселая, но она, ну, в принципе, она однообразна. Она одинаковая. То есть я, как бы, не могу слушать ее больше 15 минут, потому что, ну, уже начинает немножко. Современная музыка, она, как бы, очень разнообразна. В хастла можно танцевать под самые разные стили, и каждый раз будет получаться, как бы, абсолютно другой танец. Достаточно знать базовые движения и основы ведения. Все остальное – импровизация. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, новая школа привлекла еще и необычным слоганом. Звучал он просто «Найди свою пару». Зато как действовал на одинокие сердца. Социальные танцы, они не подразумевают, как бы, того, что пара занимается вот только друг с другом. Нам подразумевает то, что люди в процессе тренировок, мы меняем пары местами все время, люди знакомятся друг с другом. На вечеринках девушки могут приглашать мужчин на танец. Это не является каким-то табу, это вполне нормальный процесс. То есть мы снимаем какие-то такие, ну, общепринятые комплексы, да, в общении, которые, в принципе, помогут людям сблизиться, помогут людям найти друг друга, помогут общаться. И танец там, музыка очень там помогает. Кроме уроков есть здесь и вечеринки. Их устраивают каждую неделю. В круг общения сразу же, как только человек пришел на танцы, у него сразу на порядок увеличивается количество знакомых людей, с которыми он может общаться. Если человек пришел на танцы, но получает, он гораздо больше получает, можно сказать, ну, целый мир, да, вокруг себя. Для тех же, кто хочет показать свои танцевальные успехи не только друзьям, школа организует профессиональные конкурсы. Есть конкурсы серьезные, потому что по тем направлениям, которым мы занимаемся, есть целая рейтинговая система в России и в мире. Люди занимаются в парах, выступают на конкурсах, получают за это баллы, очки, получают дипломы, грамоты, повышают свой уровень. Есть категории гротации, уровень мастерства. Это тоже вызывает определенный интерес, вызывается, как бы, желание расти, развиваться, повышать свой танцевальный уровень. Чемпионат Юга России по хастлу, который проводит школа танцев, стал уже традиционным. Сегодня к нему добавляется большой конкурс по бачазе. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освоить социальные танцы не так сложно. Конечно, чтобы стать профессионалом, понадобится не меньше полугода постоянных тренировок. Если же цель, например, уверенная импровизация на вечеринке, достаточно трех-четырех месяцев занятий, хотя все индивидуально. Ну, все зависит от человека. Есть люди, которые восприимчивы вообще ко всему, не обязательно к танцам. Есть люди, которые немножко как бы выстраивают перед собой стенку. И это происходит и в жизни, и в танцах, в принципе, все одинаково. Те люди, которые в жизни немножко закрыты, они как бы закрыты и в танцах. То есть их надо довольно долгий период времени, чтобы они начали воспринимать танец, начали раскрепостить, могли раскрепостить себя и, ну, уже танцевать свободно, скажем так, да. Как показывает практика, пройдя базовый курс, редко кто останавливается. Одни продолжают самосовершенствование в этом же танце, другие пробуют новые направления. Субтитры подогнал «Симон» Алексей, как его ученики, не стоит на месте. Кроме учительства, немало времени он уделяет постановке танца. Это приятно, конечно, когда ты видишь, как твои ученики вырастают, становятся, скажем, из гадкого утенка превращаются в белого лебедя, как принято говорить. Но сам творческий процесс, в основном, когда ты делаешь из нескольких людей какую-то музыкальную композицию, музыкальную хореографическую вещь, которая вызывает восхищение, вызывает радость у людей, вызывает восторг, то это очень приятный процесс, он очень, как бы, он обновляет. В планах нашего героя и дальше развивать и продвигать любимые танцы. Тем более для этого теперь есть все условия. За последний год в городе открылось сразу несколько филиалов школы. Есть план сделать, как бы, такой большой центр танцевальный, то есть мы создали свою школу с несколькими залами и проводить в этом же зале, проводить дискотеки и большие конкурсы. Потому что конкурсы, скажем, по войску Свингу, они проводятся не на уровне даже страны, а на мировом уровне. То есть это конкурсы с мировым рейтингом привлекаются, обычно проводятся они в Москве и Петербурге. Туда приезжает очень много иностранных гостей, иностранных судей, иностранных просто участников. Если задуманное удастся, то, возможно, столица Юга станет еще и танцевальной столицей. А судя по тому, насколько серьезно настроен Алексей, ждать этого осталось совсем недолго.